Добрый день, друзья! С вами Антон Уницын. И сегодня с вами мы собрались для того, чтобы подвести итоги конкурса «Весна красна». Ну, спасибо вам за то, что вы прислали столь разнообразные работы. Действительно, присутствовали самые различные жанры. Я разделил условно на три номинации. Это номинация «Макро», номинация «Пейзаж» и номинация «Портрет». В принципе, эти три темы чаще всего встречались в ваших работах. Давайте посмотрим, какие же работы в итоге у нас получают призы. Начнем мы с «Макро». Здесь у нас представлена работа нескольких авторов. Первое место получает у нас следующая работа. Замечательный свет. Обратите внимание, здесь автор использует контровое освещение. Очень такой теплый, нежный. Замечательный снимок. Рождение жизни, что-то новое. Второе место получает следующий снимок. Тоже очень интересный снимок. Очень красивое боке. Очень нежно. Я подозреваю, что здесь, возможно, была какая-то советская оптика, судя по рисунку. Но вот такие подснежники. Тоже композиционно очень хорошо оформленный снимок. И также по свету. Третье место занимает следующий снимок. Здесь тоже, посмотрите, как автор использовал освещение. Здесь он использовал прямой свет. В лучи этого света попали вот эти два цветка. И, в принципе, дальше уже за счет этого получился такой эффект выделения главного в кадре. Выделение света. Каждый раз, когда в кадре работает выделение светом, это выглядит всегда очень выигрышно. И две работы получают у нас особую отметку жюри. Это вот эта работа за такой дерзкий, я бы даже сказал, подход. То есть попытка снять не просто впрямую вот эти вот цветки вишни, чего я видел очень и очень много. Очень многие пытались снимать именно вишню. И, в принципе, как-то именно так. Но вот здесь вот автор добавил вот эти вот брызги воды. И получился очень интересный снимок. Хотя композиция, на мой взгляд, несколько статична. Я бы все-таки, может быть, как-то развил какую-то диагональ в данном случае. Но, тем не менее, снимок получился интересный. Тоже красивая баке здесь. И вот еще одна вариация на эту же тему. Тоже с вишней. Тоже еще одна отметка жюри. Здесь очень хорошая получилась колористика у данного снимка. Что ж, с макро мы закончили. Пойдем дальше. Дальше у нас идет пейзаж. Три снимка тоже у нас здесь побеждает. Первое место – это вот этот снимок с лебедем. Это, видимо, раннее утро. Тоже здесь такой очень мягкий, красивый, золотистый свет. Туман на озере. Лебедь. Ну, просто прекрасно. Здесь все очень хорошо сложилось. Фотографу очень повезло. Ну, кто рано встает, тому, как известно. Очень хороший снимок. Следующее место, второе, у нас получает вот этот вот. Тоже снимок с интересным очень светом. Такой свет, контровой свет в лесу. Получилась такая очень загадочная атмосфера. Единственное, что немножечко отвлекает вот этот вот кусочек светлого в правом верхнем углу. Вот если бы его не было, тогда бы у нас от света к тени такая динамика слева направо. Композиционно все так достаточно здесь сложилось. Вот, единственное, вот говорю, в верхнем правом углу отвлекает вот этот кусок неба открытый. И третье место у нас получает вот такая работа. Это, похоже, уже закат. Здесь есть два чудесных героя. Дерево, отражение. Тоже все очень и очень сложилось. Очень красивый снимок. Тоже здесь снимок выполнен в контровом освещении, что позволяет вот так вот классно визуализировать туман. И, в общем-то, у нас наши основные герои работают в качестве силуэтов. С пейзажем на этом все. И дальше портрет. Ну, портрет вообще была одна из наиболее многочисленных по работам номинаций. Ну, и вот здесь тоже были одни из самых сильных работ. Первое место присуждается вот этой работе. Мне кажется, просто замечательно. Мне работа эта нравится всем. Нравится она мне колористически. Нравится она мне моментом съемки. Здесь очень поймано настроение хорошо. Нет ощущения, что девушка позирует. Есть ощущение какого-то настоящего подсмотренного момента. Очень хорошо по свету. Здесь, опять же, за счет высокого положения подбородка. Мы все время говорим об этом на моих курсах, посвященных свету. Здесь очень получился мягкий соединевой рисунок на лице модели. Очень все здесь мягко, приятно и здорово. Очень хорошая работа. Второе место получает вот эта двойная экспозиция «Девушка весна». Автор здесь попытался заложить определенный смысл в эту фотографию, что всегда вообще бонус, с моей точки зрения. Плюс, может быть, не очень хорошо, что, конечно, вот эти вот участки, опять же, неба остались открытыми. Немножечко мы композиционно вываливаемся вот в эти две точки, да, как бы взгляд у нас туда уходит. Не было бы их, было бы получше. Больше бы внимания было к глазам, да, вот к этому всему. Нам хочется закрыться, вот как бы закольцевать внимание вот вокруг вот этой точки, да, чтобы мы ходили глаза, цветы, губы и так далее. А мы еще вываливаемся вот сюда и, конечно, вот в итоге композиционно немножко здесь недоработано. Но в целом идея очень интересная. Я бы на месте автора попробовал этот снимок еще добить. Он может выглядеть сильнее. И третье место у нас занимает вот этот снимок, ну, такой выполненный стилистикой гламура. Очень цветной, яркий, насыщенный, нарядный. Тоже достаточно такая технически качественная работа. Такая тоже «Девушка весна». И особую отметку жюри получают следующие два кадра. Первый кадр – это вот чудесный ребенок, тоже снятый в контровом свете. Здесь тоже автор хорошо достаточно с ним справился. Достаточно неплохое соотношение между контровым и заполняющим светом. Это очень важно, когда мы используем контровое освещение. И вот такой еще снимок один. Здесь тоже все по свету, высокий ключ, по свету все очень приятно. Единственное, что, конечно, вот растущий из головы дерево немножечко мешает. Но в остальном все очень и очень неплохо. Ну что ж, на этом все. Спасибо вам большое за внимание. Участвуйте в конкурсах, побеждайте. Новых вам побед. Всего вам доброго. До свидания.